Ильяс хочет разыграть свой бумажник, в котором лежит 10 тысяч баксов. Я говорю, что вы все пи***доболы, по факту это так. Поэтому хамский дом. Ханский. Ой. Имею ввиду, из могил здесь десятку потерял. Сейчас у вас лекция на тему, как продавать тысячу домов. Так, ребят, за работу приступайте. Заводите штыбишку, ау. В бизнес-акселератор ни один строитель не обратился. Это первый признак того, что ты им не доверяешь. Работа не бей лежачего. Вообще очень простая, на самом деле. А чего оно все провалилось? Да, без них никак. Ну извините, без меня тоже. Мужики, кому цемент! Это раствор. Я оплачиваю дом 4 миллиона рублей. Да. Если дом не построить, я холодильник отниму. У меня жидкий раствор в другое время бывает. Взрыв произошел. Просто мне немножко обидно, когда ты называешь нас. Я не верю. Просто не уверен. Я... Свои слова. По-моему, мы на этом подоконнике уже сидели два года назад. Оу, Исмогилова в кабинете. Мы здесь сейчас как раз находимся на Ямашево. Нет, но... Я думал, он мне сейчас тут расскажет. Вот яркий пример. Я взял три участка по аукциону. Ты это должен был сказать по сценарию. Мы взяли 10 участков по аукциону взял, а не три. Прошло два года, из могил его нету. Точнее здесь даже следа от него не осталось. Рядом со мной сидит Ильяс Гемадов, собственник компании Ханский двор. Рядом со мной сидит Ильяс Гемадов, собственник компании Ханский двор. Рядом со мной сидит Ильяс Гемадов, собственник компании Ханский двор. Рядом со мной сидит собственник компании Ханский... Я извиняюсь, сейчас пользуется этот кипиш. Рядом со мной сидит собственник компании Ханский дом, Ильяс Гемадов, также Ханский двор. Он устроился в кабинете из могил достаточно неплохо, занял весь его этаж. Сегодня будет выпуск про компанию, которая строит дома в Казани. Собственно, Ильяс. Ильяс может присаживаться, не стесняться. Мы сейчас приехали сюда, именно отсюда начнем наш тур по бизнесу Ильяса. Смотрим офис, переезжаем на объект, смотрим, как вообще выглядит объект. И по пути узнаем всю экономику строительного бизнеса. Мы это не в первый раз для себя выясняем. Тем не менее, нужно прицеливаться постоянно. Я для себя ищу какие-то новые проекты. Может быть, здесь можно куда-то вписаться и сунуть каких-нибудь там свои 5-10 миллионов в какую-нибудь тему. Ну что, погнали? Погнали. То есть, в этом кабинете я был. Здесь у тебя... Ты один собственник? Я один, да. Тебе сколько лет? Мне 32. Ты давно этим бизнесом занимаешься? С 2013 года начал заниматься со стройкой, но как компания в 2017, в конце года я открыл компанию, и как уже структура компании начала работать. Ну, у тебя 7 лет вообще предпринимательского опыта? Нет, я начал предпринимателем заниматься с 18 лет. А, да? Да. То есть, ты когда учился, наверняка закончил университет? Я не успел закончить. Сразу первый курс я на очку не поступил, хотел на очку, в итоге не смог, и первый год начал сразу заниматься съемки в свадьб. Серьезно? Ты оператор, что ли? Да, да, да. Нифига. Коллеги, привет всем операторам города Казани. Самое интересное то, что с того дня до сегодняшнего дня компания работает тоже на Yamashua 28, то есть у меня есть ребята, которые снимают, монтируют фотосъемки, свадьбы. Сейчас у нас на этот год уже порядка 100 свадеб уже на сезон. Ты вообще как по палке с могилы в офис? У нас в декабре была стратегическая сессия, и во время стратегической сессии мы решили, что нам пора поменять офис. А вы до этого где были? Мы на Yamashua сидели, Yamashua 28. И на следующий день мне помощник скидывает ссылку. Что сдают в аренду? Нет, там не просто, а там же Realcase, он же запустил некий там этот, кто там сдаст, у кого агентство заработать 100 тысяч. А я ему пишу, я говорю, у меня свое агентство, 100 тысяч хочу заработать, у меня есть клея. Ну, а я сам в своей компании. Вот жучара, блин, смотри. Он мне на 100 тысяч скидку сделал. На аренду офиса? Первый месяц, да. Сколько здесь квадратов, и почему ты снимаешь? 350 квадратов, и по 600 рублей. Ну, и плохо с могилы сдает. Ну, и ты неплохо берешь, кстати, на проспекте ему. Тут, по-моему, вот прям... Место очень хорошее, всем нравится, то есть, как бы клиент довольно. 350 квадратов у тебя вообще, вот как все здесь обустроено. Я помню, у него раньше, вот здесь бухгалтерия была, вот тут у него помощница сидела, он там маркетинку у него. Ну, у меня то же самое, здесь помощница, здесь переговорная зона. Здесь сотрудники с утра приходят, отмечаются. Ну, минимум, я же не сапогу. Блин, ну убери вот это, ну не позорься, ну че ты. Пожалуйста, попробуйте. Зато удобно, все сразу знает, во сколько пришло, во сколько ушло. Ребята, ну скажите правду, вот насколько вот эта штука, она может быть, ну там, эффективной? Вот она вот вас дисциплинирует? А то есть, вас всю жизнь надо лупить, чтобы вы вовремя приходили на работу? Нет, вы знаете, когда есть внутренняя организация, это тебя мастерит. Ну. Мне кажется, внутренняя организация вообще в голове находится. То есть, если у тебя есть определенный уровень ответственности, не опаздывай, потому что это твоя обязанность. То, ну, это когда компания у тебя работает два человека, да, а когда уже расширяется, то есть, как бы должен быть. Как ты думаешь, сколько человек работает в моей компании? 500. 700. У меня, как ты думаешь, в одном, хотя бы в одном автосалоне есть? Мне, кстати, раньше были эти штуки, и я не понимал, почему ребята как-то, ну, не очень хорошо относятся к ним. Что я понял, это первый признак того, что ты им не доверяешь. Не доверяешь даже нести их ответственность. Поэтому напишите в комментариях. Вот, ну, вот рассудите, я вот сейчас посерьезки говорю, вот рассудите, вот эти штуки, вот которые отпечатают пальцы, унижение для человека, или все-таки эффективный инструмент контроля рабочего времени? Очень важная информация для тех, кто горит своим делом, ищет мотивацию и новую энергию. 24 июня у нас в Казани пройдет автофорум. Мероприятие, которое мы организовываем с Айдаром и Смагиловым на Акбарс-арене, приедут невероятнейшие спикеры, Маргулан Сесимбай, Сергей Романович, Эрик Давидович, Рустам Набиев. Очень много людей, которые добились результата благодаря своим способностям и трудолюбию. Я приглашаю тебя 24 июня на Акбарс-арену. Это будет крутая тусовка крутых ребят. Билеты начинаются от 5900 рублей за один автомобиль. В один автомобиль может поместиться хоть сколько народу, можно его сделать даже резиновым. Поэтому прямо сейчас переходи по ссылке. Подожди, не прямо сейчас. Ставь паузу, переходи в описание влога. Там есть ссылка на мероприятие. Регистрируйся, получай промокод Руслана Дулнасыров. И дополнительно можно выиграть еще 1000 рублей скидки. Билеты, к сожалению, либо к счастью, дорожают каждую неделю. Поэтому сейчас лучшее время попасть в эту тему. Встретимся на форуме. Так, мы приехали в Константиновку. Точнее даже не в Константиновку. Какойду жопу. Тут живописный, я согласен, вопросов нет. Резгидт, вот мои объекты. Ну, пошли, смотри объекты. Сейчас, подожди, телефон такой возьму. Бизнесмены. Кстати, как вы относитесь к этим рекламам на заднем стекле? Слушай, ты такой реально крутой. Вот, ну, тебе как вообще? Вот это. Нормально, да? Зачем я промолчу? Ну, забываемся, забываемся. На самом деле, я сам такой. В прошлом году все на желтке возил, что-то какую-то рекламу. Так, ты мне по пути рассказывал, что у тебя здесь было 30 участков. 33 участка. Сейчас осталось где-то 5 участков свободных возле леса. 28 ты продал? Да. В течение 2020 года? В августе будет год, как начали продавать. Блин, круто. Я вообще люблю говорить круто. Когда я говорю круто, это значит реально прям круто. А как вот ты находишь? Вот эти земли, они свободны, что ли, продаются? Сколько был здесь кусок земли? Здесь почти 2 гектара было земли. Ты его размежевал? Да, взял и размежевал. По сколько суток? По 6? От 5 до 9 до 10 сот. А почему не все сделал по 6? Потому что есть люди, которым хочется больше. Ты купил 2 гектара по какой цене? 150 за сотку. А 150 тысяч за сотку? А продавал почем? Начинали от 300. 200? 300. 300. Умножил на x2, да? Ну, там сел дороги, газа не было, мы ГРПШ поставили, газ провели. Итого участок 2 гектара, сколько тебе обошелся? 30 с чем-то миллионов, может быть, было. А деньги где ты на него взял? Тут с инвестором все полностью. Я вот заметил, кстати, все строители работают с инвесторами. Но к нам, бизнес-акселератор, ни один строитель не обратился. Я, конечно, ну, я знаю почему. Потому что вы на меня обижаетесь, я говорю, что вы все пиздоболы. По факту это так. Потому что, блядь, мне когда рассказывают, что вот этот дом можно построить за 2 месяца, это полный пиздеж. Ну, он тот. А, знаете, пиздеж от пиздежа ничем не отличается. Давай пари. Да, я не хочу с вами. Давай вот здесь свободный участок поставим за 2 месяца. Мне ничего не надо. Я уже просто не уверен. В своих словах. Не, не. Давай, вот сегодняшний день, через 2 месяца, вот такой же дом, в таком же виде будет готово. Ильяс, я вот не то, что я боюсь спорить или еще, да, я никого обидеть не хочу. Не Ильяса, тем более он герой нашего влога, да, не всех строителей. Просто мне немножко обидно, когда ты называешь нас, строители пиздоболы. Ну, я, может ли... Извиняюсь за это слово. Да, да. Я обычно никогда это... Слушайте, я не извиняюсь за свои слова, я отвечаю за свои слова, потому что я вот сколько строителей видел, вот столько я вот этих вот историй слышал. Все говорят, два месяца я построю, пятый... Короче, я вообще про бизнес-акселератор. Почему вы, строители, мне не пишут? Потому что вы обижаетесь. Не обижайтесь. Давайте, вот, давай, смотри, ты же хочешь, чтобы я вложил... А, ты не хочешь, чтобы я бабки вложил? Нет, можем рассмотреть, если... Давай я вложу бабки. За два месяца ты строишь дом. Если ты... То есть, ты мне даешь экономику. Да. Мы с тобой ее пильнем по прибыли. Если ты... За два месяца не построишься. Ошибешься, слово как понять? Ну, как, ну, слово не сдержишь. Ну, за два месяца не построишь. Да, не построишь дом, то ты мне будешь должен, ну, плюс 20% от твоей доли. Если ты сможешь, успеешь построить, то... 20% автосеть РФ. Я согласен. Нет, что-то не подругой. Короче, инвестпроект. Лишь, сразу сливается. Не-не-не. Ладно, короче, давайте, вот, все, я понял, все, я понял, как ты сделал. Мы на кон ставим репутацию, Ильяса, не мое. Короче, Ильяс говорит... Так нечестно, так несправедливо. Не-не, подожди. Тебе, смотри, у нас с тобой, ты говоришь, я построю дом за два месяца, я никому ничего не обещал. Давай, мы построим дом за два месяца, я дам деньги, Я дам деньги. У нас с тобой будет совместная делюга, строители, имейте в виду. Точно такой же проект. Ильяс вот построит точно такой же проект за два месяца. Если мы в конце июля сюда, вот сегодня 1 июня, кстати, всех с днем защиты детей. Артур, подойди, пожалуйста. Если мы 1 августа в этот дом не зайдем, Ильяс, пиздабол. Если зайдем, Ильяс не пиздабол, репутация плюс тысяча. Артур, сегодняшний день вот здесь свободный участок, есть пять соток. Точно вот такой же дом нужно построить за полтора месяца. Сделаем? Сделаем, конечно. Серен трактор, давай, загоняй. Нет, все, все, я подписываюсь, я подписываюсь. Просто он оплачивает. Я оплачиваю дом. Земельный участок. И земельный участок, дом оплачиваю. Если все окей будет, мы еще один выпуск с ним. Мы это продадим? Продадим. На продаже. Но 2 месяца это без продажи. Это вот строительство. Нет, без продажи. Мало ли, я просто хочу. Пошли. Фундамент, стена, кровля, окна должны быть через 2 месяца. Ну, мы можем, мы должны иметь возможность зайти в дом. Да. И давай каждый день будем скидывать. Первый день, второй день в Инстаграме прям. Саду на сыру. А я буду репосты делать. Все, договорились. Слушайте, блин, все-таки мне подловил один устроитель на этой теме. Что ты радуешься такой? Да, нормально. Ну, погодные условия тоже учитываем. Ладно? Ну, а вдруг 2 месяца дожди будут? Нет, нет, все, я понимаю. Ну, давайте адекватно. Да, адекватно просто. Смотри, а по этому дому, какая будет его себестоимость строительства? Давай я чуть позже посмотрю. Мы посмотрим маржу, какая маржа, как маржа и все, и поехали. Давай, вот это что такое у тебя? Это, Артур, это как проект называется? 139-го нашу? Не, не, это КамАЗ. А, это, да, манипулятор мой. А, я вот про это, а он про то, да? Нет, вот, вот это все интересно. Это вы в аренду берете? Нет, это все собственности. Да ладно? Да, да, вот же написано, ханский дом строится, да? Слышь, он наклейки наклел перед нашим приездом. И еще наклейки угол оборвал. Да, да, я еще загнал рабочих просто за актеров за 500 рублей в день. Э, актеры, платим по 700, уходите отсюда. То есть, у тебя есть парк техники? Да, у меня трактор себе в том году купил, манипулятор, самосвал, газель. Ты все это берешь в лизинг, наверное? Да. Не боишься? Чего бояться? То, что колбасит? Ну, я обычно математика считаю, то есть, у меня же прогноз есть, есть объекты. Я понимаю, я лизинг не беру на 5, на 10 лет, я беру год или два максимум. Вот, кстати, лизинг надо брать максимум на год. Это самый выгодный будет тариф. Салам алейкум. Салам алейкум. Как дела? Это у тебя отдел продаж? Это отдел продаж. Вот продажников сразу видно, да, такие? Так, что, какой дом, сарай, баню? Вы сколько продаете домов ежемесячно? Сколько мы продаем здесь? Порядка 6-7 домов. 6-7 домов, а средняя стоимость дома какая? Порядка 5-6 миллионов. Ну, нормально, невысокая, да? Ну, средняя выручка у вашей компании ежемесячная 20-25 миллионов должна у нас. По разуму бывает. По году 200 есть у вас. Не могу сказать сейчас точно, но я точно могу сказать. Нам нужны цифры. Я могу сказать цифры, 97 домов за тот год. И по объему мы вышли лидеры. Хорошо, 97 домов, средняя стоимость дома 5 миллионов рублей. В том году было меньше. 4 миллиона рублей. Итого у вас выручка была в районе 400 тысяч рублей, я правильно понимаю? Да. А какая рентабельность у этого бизнеса? У строительной. Я снял не один выпуск. Это коммерческий тайна. Давай дальше. Нет, нет. На самом деле рентабельность... Но на стройке это очень низко. У строительной, вот он сейчас пробедняется, не слушайте его. У строительной рентабельность сумасшедшая. То есть есть особенность... Я слышал, у автобизнеса это... У автобизнеса еще выше, еще круче. То есть мы не 97 машин в месяц, в год продаем. А в год мы продаем 12 тысяч машин. И наценки у нас там в районе 10%. У вас выше, но у вас всего 97. В чем дело? Пока. Достаточно уже, нет? Или еще охотно? Ничего. План стоит через 3 года 1000 домов в год строить. А ты знаешь, как достичь этой цели? Как? Не расскажу. Я расскажу. Если вы хотите реально построить масштабную компанию, нужно строить свою IT-систему. Без IT-системы. Слушайте меня бесплатно. Именно так. В данный момент у нас делается приложение. Вот я именно об этом хотел сейчас. Что вам сказали? Вот тут прям сейчас вот это выходил. Короче, приложение не поможет? Поможет. Нет, не поможет. Напишите в комментариях. Еще раз напишите в комментариях. Поможет. Я считаю, приложение это сервис. Удобство для клиента. Сейчас у вас лекция на тему, как продавать 1000 домов ежегодно. Чтобы продавать 1000 домов ежегодно, нужно иметь мощную IT-систему. Для чего она нужна? Не для того, чтобы клиент лазил в приложение, выбирал дома. Это не то. Нужно учитывать. Надо, чтобы программа автоматически учитывала ваши расходы. У вас же основные косты это строительные материалы. То есть, если вы еще как-то... Именно так. По графику будет все затраты общие. Все приходы и расходы. Да, и расходы. Если вот чем мощнее, точнее будет работать программа, тем больше домов ты сможешь построить. Прогноз. Сейчас вы ограничены только в учете. Вот я тебе точно могу сказать. Ты не можешь на себя загрузить, там, какую-то привезти к инвестору, привезти к банку. Когда мы еще в Сочи были. Ну. Это вот лайфхак первого модуля Railcase. Ты меня спрашивал еще. Ну. Вот. Я тогда это все понял. Это же я все сказал. Да, да, да. Так, ребят, вам успехов, хороших продаж. Это была лекция на 5 минут. Как стать лучшими в строительном бизнесе. А сколько у тебя в компании или работают людей? Порядка 40 человек. Это административные персоны и рабочие порядка 200 человек на площадке. Это которые у тебя в штате? Нет. Или это привлеченные? Привлеченные. Общие считают. А. Общие считают. Это строительный отдел. Здесь аккаунт-менеджеры, технодзор. Тут у нас... А где у тебя маркетинг сидит? Самые главные ребята? Они вот там за нами где-то спрятались, да? Это самое сердце компании. Здравствуйте. Бухгалтерия? Нет. Проектирование. А ты чувствуешь здесь энергетику? Конечно. У вас могилу. Конечно. Реально чувствуешь? Конечно. А? Конечно. С первых дней, как только сюда зашел, я это почувствовал. И поэтому сразу решение было принято. Я даже... У меня самое интересное, там было за 2 месяца вперед оплата. И собственникам как бы не получилось в последнем месяце. Ну, как бы я сам виноват. Ты отдал, ушел, да? Да, я сам виноват. Потому что по факту мы тоже получили. Я же заранее не планировал. Ну, конечно. Ну, почему виноват? Это просто деловые отношения. Почему виноват? Ты так посчитал за свои деньги. Я решил взять это место, потому что пока другие не взяли. Блин, ну, очень круто. Ты помимо энергетики, которую получаешь здесь на шару, имей в виду, из могил здесь десятку потерял. У него бухгалтер увела 10 миллионов рублей. Поэтому, когда кому-то доверяешь, доверяй, но проверяй. Блин, очень много бизнесов горят на том, что бухгалтера их разоряют. Но я бы не сказал, что это прям большое количество, но не маленькое. На самом деле, собственники не хотят разбираться в бухгалтерии, не хотят залезать. Ну, вроде, да-да-да-да. То есть, коммерсы, они бегут все время. Бегут, педали крутят, бегут, грибут, плывут. А остановиться, ну, у нас времени хватает, может, заправиться энергией, семьей, но частенько это нас очень сильно самих подводит. Потому что это классная зона. У меня тоже когда-то был такой дешевый стол для ведения переговоров. Илья, у нас дом вот здесь будет стоять? Да-да, примерно вот здесь. Вон рядом газовая ГРПшка эта. Дорога. Где-то вот здесь даже. Ну, сколько мы на этом доме заработаем? Ну, давай этот, я сейчас скажу, сколько у него себестоимость. Посмотрю, с учетом того, что материалы сейчас выросли. У тебя сейчас здесь, я так смотрю, на нескольких объектах ведется строительство. На сегодняшний день у нас на 67 объектах параллельно ведется объекты строительства. 67 домов, ты строишь? Да, параллельно сейчас. 67 домов? Да-да-да, 67. Слушай, Инар, вот тут немало у вас, кстати. Рабочие у тебя привлеченные? 67, из них три мечети еще строят. Благодаря поддержке Всевышнего Аллаха и стараниями активистов возводится мечеть Рахматулла. В настоящее время заложен фундамент и возведена часть внешнего фасада мечети. Мечеть Рахматулла строится в авиастроительном районе в городе Казань. На пересечении улиц Симонова и Годовикова. Это единственная мечеть в радиусе 5 километров. Содействие всех неравнодушных, пожертвовавших любую сумму, станет бесценной помощью в завершении строительства мечети Рахматулла. Это просто городской социальный проект для меня. Ты в смысле бесплатно их строишь, что ли? Спасибо, стоимость. Я просто хочу после себя оставить наследие. Не просто дома построить. Вот они, амбиции. Вот здесь тоже будет дом, да? Да, здесь тоже дом. И там будет дом? Да, здесь монолитчики вот сейчас как раз. А там что за коробки у тебя? Это как раз у нас один из самых лучших бригадиров. Как к самому лучшему от них из бригад. И мы тебе, твоей бригаде, дарим холодильник. Да ладно? Да. Вы чего показухой занимаетесь, ребята? Скажи, когда мы обещали холодильник? Неделю назад. Нет, а в смысле ты... Мы еще периодически обеды делаем. Да, горячие обеды. Бесплатно? Есть, есть. Или продает? Ты бы поехал так, по 220, я их покупал, 280, 60, дотация. Нет, слушайте, то есть у нас на рынке сложилась такая ситуация. Сейчас получается рабочие, они как будто бы... Ну, это, в принципе, это наше все, что есть. То есть они нам делают деньги. Если они качественно построят, они будут довольны, у всех будет все хорошо. Я думаю, что... А в других местах их просто пинают, их кидают везде. А мы им создаем условия. Блин, давай мне сказать. Я еще, знаешь, не только холодильник, я еще кондиционер и бытовка хочу установить. То есть это в бытовке? Да. Они же с утра приходят, у них еда летом, жара, где им хранить? Ну, конечно. Ты вообще обязан как работодатель, если что делать? Нашел тут это. Вот я вам сейчас бытовку дам, а в бытовку поставлю... А давай спросим, кто делает это? Я вообще даже... Вот именно. Знаешь, как, знаете, вот некоторые слабые, особенно предприниматели, подростающие, они равняются на более слабых. Говорят, я говорю, ты чмо? Да, он тоже чмо. Я говорю, ну, равняйтесь на него. И так же будете вдвоем. Мы Тамарой ходим пары. Вы равняйтесь на сильных. Крупные компании создают такие инфраструктуры для строителей. И когда Ильяс говорит, вот они наши все, да ничего не все. Вообще не принижайте. Вот бизнесу, предпринимателям, административному персоналу не нужно свою ценность принижать. Без тебя этот рабочий что бы пошел? Куда пошел бы? Пошел бы в бытовку без кондиционера, без холодильника. В лучшем случае. А в худшем пошел бы воровать и сел бы. Вот и все. И строил бы в СИЗО какие-нибудь эти клетухи. Поэтому команда, команда, команда. Ну, на корабле. Давай матросам отдадим корабль, что будет? Да ничего не будет. Утопят они его через два часа, это корабль. Понимаешь? Поэтому все, это вот команда, это самое ключевое. Я когда, ну, там, мне говорят, вот это вот продавцы или вот строители. Да, без них никак. Но извините, без меня тоже. Давайте уважать друг друга. Вот это вот очень важно. Только тогда, когда команда. Мне вот нравится разговор, когда все заканчивается, согласен. Я поздравляю тебя, Санек, Александр. Я ваш этот новый партнер. Вот дом мне будет строить здесь. За полтора месяца нужно дом построить. Если дом не построить, я холодильник от нему. Безобедник, ладно? Чтобы потом разговоров не было. Так, ребят, за работу приступайте. Заводите штыбишку, оу! О, в шляпе в синее, давай заводи. А да, сейчас, сейчас мы тут все этот. А что, зачем свая? Ну, тут грунты. Главы, да? Грунты, да. Здесь глина, и вода держится наверху. Вот, слушается. Вот это я люблю, когда слушаются. Раз, команду дал, делает. Все, давайте выравнивайте. Деньги остывают. 97 домов типовых строится? 70% типовых, 30% индивидуально. Индивидуально, наверное, самое сложное, да? Это самое сложное, да. Это столько возни идет, да? Это цикл сделки, там, примерно от начала до конца, где-то 8 месяцев минимум. А в среднем сколько вы дом строите? Ну, давай, скажи, 4 месяца. Именно строительство? Да. Мы зависим от проекта. Ну, сколько? Ну, типовой вот этот одноэтажный можно вообще за 2 месяца построить. Здесь не было одноэтажный. Вот. Вот такой дом за 2 месяца. Да, 75 квадратов при благоприятной погоде вообще за 2 месяца спокойно поднять. Я не верю. Я уже говорил свое мнение относительно... Не, я же не обманываю. Я не говорю, вот этот дом я построю тебе за 4 месяца. Я тебе говорю, что ты даже такой за 2 не построишь. Построю. Не, я спорить не буду, потому что, чтобы поспорить, надо им заказать, а я все к тему знаю. А вы, кстати, деньги привлекаете инвесторов? Если только у нас инвесторы таким образом покупают у нас, то есть заказывают строительство по договору подряда, для них я условия создаю, они строят, а точнее мы строим, а они потом продают. Мы же даже им помогаем продавать. У меня вот таких инвесторов несколько. Какая доходность получается? Ну, в том году у них прям нормально было, потому что вот это... Не, нас интересуют цифры. Прям нормально для кого-то... Вот 27% годовых. 20 годовых у них получается, да? Вот. Там как повезет. А участок подбирают? Мы подбираем у нас свои участки в разных локациях. В Габишево мы порядка там 80 домов сейчас построили на сегодняшний день. В одном поселке только. Сейчас параллельно 25 домов строятся. Может быть, вложиться в строительный бизнес? Качнуть им там? Самое интересное, через месяц запускаем уникальный проект Ханская усадьба на 1000 домов в поселок. Да ладно? Да ладно. Где? Не скажу пока. Секрет. Потому что я у своих подписчиков держу интригу. Очень много желающих уже. На 1000 домов будет дороги. Прям шикарный проект. Единая концепция. Стилистика, да. Плюс будет школа, садик, детская площадка, беговая дорожка, озеро в поселке. Плюс Айдар Исмогилов, скорее всего, откроет автомойку. Начало поселка. Мечеть будет. Вот это уж прям... Магазин будет. Все будет. С мечетью это нормально. Но вот Айдар Исмогилов откроет автомойку. Кого-то он откроет там ювелирку. Ну, откроет он автомойку и все. Ну, понятно. Ты тоже автосалон хочешь? Нет. Кстати, у меня есть земля в собственности на М7. Один гектар. Напротив канавта. На М7 у канавта нету салонов. Это не канавта? Транстекс сервис. А, ТТС, да. Все понял. А там же есть... Ты там сколько? Один гектар. А почему продаешь? 30 миллионов пока. Почему пока? Ну, цены растут. А что ты там ничего не построишь? Я жду клиента, я под клиента хочу построить. Сколько эскизов, а? Да, тут еще вот столько. Разных, да. Компании 7 лет. Четвертый год компании. Так. А сам я начал заниматься в 13-м году строительства. Построил свой первый дом в 13-м году. То есть в сфере строительства я с 13-го года. Построил на продажу? Первый дом я построил как для себя. В итоге я этот дом продал. Потом рядом второй год. И его строил, чтобы там пожить? Я строил таким, что если я его не смогу продать, то я буду там житься. И ты его смог продать? Я его сразу продал, да. И сколько ты на этом заработал? 2 миллиона, что ли, очень хорошо. Мне вообще повезло. Я там участок за 300 тысяч купил на то время. А сколько выложил? На то время 1 миллион 700, по-моему, если я ошибаюсь. И поднял 2 миллиона, что ли? Да. Ну подожди, плюс участок. Миллион 700 где-то было, если. Без участка? Нет. Участок 300 купил, поделал его пополам. Получается себестоимость участка на один дом 150 тысяч было. Вложил туда миллион 700, продал его где-то 3 800, что ли? Один дом? Один дом. Первый дом. А вторую часть участка куда делал? Потом сразу начал этот строить. Как только этот продал, сразу начал строить. А деньги где взял на первый участок? С первого бизнеса. Я же говорю, съемку снимал, свадьбу снимал. Я квартиру в машину, заработал на съемках. У меня в неделю было по 15 свадеб. А как ты можешь 15 свадеб снять? У меня команда. А, у тебя уже была команда? Да-да-да, я прям с первого дня, как только там, первый месяц, по-моему, как камеру купил, на следующем месяце давай одногруппник там, да, я тебе научу. Все, я научил, я на съемку. То есть ты фактически купил первую камеру себе? Да. Начал снимать потихоньку? За 20 тысяч бушной камеры купил. 20 тысяч я накопил, на то время была сеть мобильных салонов Skyron. Я работал там продавцом-консультантом, продавал телефоны. Там я зарабатывал 2000 рублей в неделю. С этих денег я заработал, сэкономил, накопил и купил видеокамеру. Мы приехали сейчас к дому нашего известного татарского певца Рината Зарипова. Рифата Зарипова, по-моему? Рифата Зарипова. То ханский, то Ринат. Дом, как дом, ничего необычного. Но мы сейчас только что рассуждали, ну не то, что ничего необычного, классно, то, что вот много окон, все светло, вот эти вот полусводы. Это, конечно, все на любителя, я про другое, про то, что сколько сейчас стоит квартира на 16 этаже в 25-этажном доме? Сколько стоит... Киллионов 10. Сколько стоит парковочное место в этом доме? И вот этот дом стоит 7-8. Ну, это не про рекламу ханского дома, а вообще про отношение к жизни. Тут есть один большой жирный нюанс. Это пробки. Вот это все находится за городом, в поселке Константиновка. Здесь должно быть без иллюзий. Вы заплатите временем нахождения в пробке. Но при этом, когда вы доберетесь домой... Слышите? Будете наслаждаться. Пением вот этих вот пылевых птиц, здесь не соловьи пока, может, будут. Ну, он, Рифат Зарипов будет. Я думаю, что все скомпенсируется на самом деле. И тут, как бы, вот я не загородный житель, мне вот этого, вот этого мне не надо. Потому что я называю квартиру капсулой. Я говорю, приходишь, я в капсуле жил. Пришел, лег, штору закрыл, потом проснулся, дню начал радоваться, вышел и через 15 минут на работе. Кому-то так не надо. Кому-то важна семья, своя территория. Как скунс все пометил по углам. Тут у него ружье дома. Не дай бог что, я там имею право стрелять. Если честно, я сам переехал недавно. Ты в своем доме живешь? Да, в сентябре переехал в свой дом. А ты где живешь? В Вознесении. Ну, ты тоже через пробки лезешь? Пробки есть, но плюсы больше, чем минусы. Да, это вот опять к вопросу отношения, да, кому-то вот это плюс, кому-то это минус. Потому что у меня двор, дети играют вообще без проблем. У меня... А ты сколько детей? Двое. Двое детей. У меня бани, друзья, барбекю. Ну, то есть квартира куда там? Ну, для этого есть дача. Ну, опять у каждого по-своему, да, вот там. Ладно, сейчас мы не агентируем там купить дом или продать квартиру. Построить дом. Мы сейчас рассуждаем вместе с вами на тему, вот, насколько меняется вообще отношение к жизни у людей в городе. То, что они переезжают за город. И за вас, кстати, все пробки. Я на дачу выехать не могу. Переезжайте обратно в город, я буду нормально ездить через Дельвейс, Оренбургский тракт. Я в Дельвейс обычно заезжаю, беру лепешку, там беру лимонад Буратино, стружку возле магазина. Все, и поехал на дачу. Прямиком, на два дня. Упал там, лежу там. Считаем, что договорились. Ну, имеется в виду, что вы переезжаете в город, а я буду ездить без пробок. Ну, дом классный, на самом деле. Все нравится. Спасибо, что показали. Мы обратно на стройку. Ты это под заказ делаешь? Это, да. Это вот как раз на продажу дом с инвестором. На продажу? С инвестором. А, с таким же, как я, да? Да, да, да. То есть вы вкладываете... Это один единственный дом на продажу, все остальные под клиенты строятся. Там, там, это, там тоже. А почему ты не делаешь, ну, конечно, зачем ты работаешь, ну, как бы, под клиенты? Я на продажу тоже строю. У меня часть, так, на продажу строится за свои. Нет, почему ты все не сделаешь на продажу? Это же выгоднее. Там только, получается, на продажу, когда строишь деньги, деньги. То есть, как бы, а когда под клиенты, это все равно индивидуально проект. Это, у меня сейчас клиенты такие есть. Нет, подожди, мы с тобой про бизнес говорим или вот про вот это? Ну, ну, что такое? Бизнес плюс вот это. Чай попили. Нет, вот смотри. Ты давай конкретно. У меня есть клиенты такие, там, Рифат Зарипов, там, Хоккеист Альберт Ярулин. Они будешь... Руслану на сыров уже? Да. Ну. Думаешь, они будут покупать типовой дом? Не будут. Вот. А, все, я понял. То есть, ты говоришь про випов, то есть, ты строишь для випов. Я захожу для випов. Поэтому хамский дом. Ханский. Ой, блядь. Вчера, а не вчера, позавчера приехал Алексей Наливайкин, правильно же? Это технозор с 17-летним опытом с Москвы, который Спартнягин устроит сейчас. У меня есть видео, где он сказал, вы, ребята, красавчики, у вас качество топ. Сколько ты ему заплатил? Я ему ничего не платил. Здесь дом сколько будет квадратных метров? Так, здесь, сколько у нас здесь? 130, 140 квадратов, по-моему, да? Э, мужики, принимай растворы! О, а что, где у тебя все твои нанятые растворы? Они, 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 они испугались тебя. Смотри. Ты их спалил, смотри. Ведро даже оставили. Смотри, ай, сбросили. Ведро с цементом, свежак. Мужики, кому цемент? Это раствор. А, раствор. О, бля, то есть, 400 квадратных метров. Не, не, это дом 140 квадратов. 400 квадратов мы там под клиента строим. Вот это вип-дом, я тебе могу показать 400 квадратов. Мне тут неинтересен, мне интересен, как можно на этом заработать, что это за бизнес. Вот этот дом 140 квадратных метров, у него себестоимость какая? 6-300 где-то. Это только строительная часть, без участка? Участок плюс еще сколько? Участок здесь, клиент у нас покупал, да, примерно так. Того получается 8-300. Это с коммуникациями, с газом? Плюс еще коммуникация есть, 1300, наверное, 400 примерно. Газ, вода, свет. Да, внутренний развод. Ну, в 9 он выходит. Он его сейчас выставил на продажу. Сколько он, 10-800 что ли поставил? Он вышел, выходит в теории, ну там плюс-минус, понятно, на финише будет понятно. Где-то расчетную у него себестоимость 9 миллионов. Да. Подожди, ты что, партнеру продал землю уже по коммерческой цене тоже, да? На тот момент, да. 2 миллиона, а дом вы сколько строите? Дом мы начали в феврале, по-моему, строить. Вот этот? Да. А когда он будет готов? Он будет готов где-то через 2 месяца, наверное, полностью. Ну, получается, 4-5 месяцев дом будет готов. И уже мы его продаем. Мы уже его продаем. Его на ту неделю хотели забронировать. Хотели, намерение. Инвестор, инвестор. Когда я ему пишу, я говорю, дом хотят бронировать, он говорит, нет, я не продаю. Я говорю, цены поднимаю. Он поднял цену. То есть, он говорит, что цены все растут, сейчас я продам и за эту сумму даже такой же дом не смогу построить. По факту так и есть. Металл два раза подорожал, кирпич подорожал, цемент подорожал, этот раствор подорожал, а пиломатериал подорожал. Весной, кстати, нереальный скачок цен был на строительный материал. Очень сильно, очень сильно, то есть взрыв произошел. Я сам, честно говоря, не понял. И вот сейчас еще, если вы планируете купить жилье, то есть, неважно, квартиры, дома, можно еще найти у лопухов, кто продает по старым ценам. Ну, кому надо просто скинуть, у кого большой объем недвижки висит, там, деньги нужно в банк вернуть, инвесторан, там, какие-то другие проекты уйти. Поэтому еще можно чуть-чуть уже. То есть, к осени, к осени вообще все будет ровно. Вот к осени там будет цены вообще. Вот это ж. Да нет, не стоит. Техника безопасности. Каски нету. Не допускаем. Я допускаю сам себя. Леха, за мной. Ильяс, можно я выполнив свою давнюю мечту, положу один кирпич, а? Давай, давай. Ну, честно, ну. Ребят, давайте раствор. Короче, задача простая. Нужно быстро положить один кирпич на время. Вы ложили когда-нибудь? Давай секундомер. Вы когда-нибудь вложили кирпич? Клали. А, клали? Я хер только клал. У кого-то. Работа не бей лежачего. Вообще, очень простая на самом деле. Ничего тут такого уж, честно говоря. Я вас пытаюсь сообразить. Ну, Петрис, Петрис, Петрис. Лучше, лучше. Наталья не хорош. А, лучше тогда, да? А я хочу так. А я хочу так. Вишь, смотри, как она. А, видишь, как ровно идет? Нет, смотри, как она. Ну, пусть. Был, может быть, под газом каменчик. А что оно все проваливается? Нет, что вы ржете-то? Сюда давай. А, туда? Какой толщины нужно наложить слой, скажите, пожалуйста? Где-то один сантиметр, да? А то, что проваливается, это разве нормально? Да, это нормально. Зачем вы пользуетесь дырявым кирпичом, а? Зачем вы экономите деньги? Он потел, он теплый. Ну, смотри, ничего не осталось. Для этого специально сетку еще не делают. А, они, наверное, все-таки сетку используют какую-то, да? Ну, смотри, у нас ничего не осталось. Ну, у тебя жидкий раствор просто. Это не у меня, у тебя, бля. У меня жидкий раствор в другое время бывает. Ух ты, бля, ты че, сынок, бля? Опа! Не играйте с собой на сервину в теннисе. Проиграйте. Можем наспорь прям забиться. Ну, желток хотите? Если вам есть на ком, чтобы поставить, ну, в эквиваленте желтка. Можем начать. Давай играй в душе на том. На том. Короче, если я выиграю, то дом мой. Если проиграю, то не буду. Первый дом ты построил, продал. Дальше-то что стало происходить? Ты подумал, что бизнес интересный, что делать, да? Дальше, да. На тот момент я всегда думал, ну, видеооператор, видеограф, там. Будет мне, там, не знаю, 40 лет. Как-то неинтересно, масштаба нету. То есть это более такой творческий. Более, то есть любой, кого ты взял, научил. А он видел, камеру покупает, начинает это более творчество. И я думаю, надо какой-то масштабный, какой-то бизнес. И, а так, если честно, у меня с детства была мечта. Я помню, с пяти лет, что ли, я ходил, замерял, там, мне нравилось строить. Я в девятом классе, когда учился, работал на стройке. Летом уж он, с шабашниками в деревне. Вот с того момента у меня было желание прям на стройке строить. И сейчас я прям получаю энергия, когда вот приезжаешь, там, поселок, земля просто ровная. Потом вот этот процесс начинается творить. И самое интересное, сам эта энергия дает, когда клиенты благодарны. Мне прям мурашки по коже, когда они слова благодарности говорят. Вот чешут, а, вот чешут, прям, то есть все строители, чесальщики, мотальщики. Я дом за два месяца построю, у меня мурашки по коже бегут. Когда мои клиенты смотрят на построенный дом, у меня течет слеза с правого глаза, а не с левого глаза. Я думаю, еще одна счастливая семья у нас. Именно так, именно так. Короче, если так... Знаешь, что я сейчас придумал на этой неделе? Вот сейчас каждым клиентам я буду делать ужин в ресторане. То есть они договор подписывают, я лично. То есть они вот договор вчера подписали, мы на пятницу вечером уже ресторан забронировали. Будем общаться с клиентом, чтобы у них было вот это. У них, понимаешь же, клиент, когда покупает дом, он как бы один раз в своей жизни. Ему тяжело сделать, да. Ну, один, два, может быть, три. Ну, не все, да, не все. В основном, большинство, если мы берем, все равно это один раз. Такая ответственная покупка для них. И у них вот этот страх, там, как это все будет. То есть договор подписал, деньги взяли, а дальше что? То есть вот это, чтобы связь была. То есть я чувствовал своих клиентов, слышал. И исходя из этого, мы хотим маркетинг тоже построить. То есть общаясь с клиентом, мы получаем обратную связь. Что их именно? Очень круто. На самом деле, вот держите вам такой вот, не знаю, там, лайфхак. Это не лайфхак, это фишка просто, да, маркетинговая. Ну, ты сам по себе сильный маркетолог. Да. Ну, у меня также штат маркетолог. Без команды я никуда. А где вы берете лиды? Как вы генерите клиентов? Больше всего это основная сарафанка. Какой процент клиентов пришли по рекомендации? С 70, просто, ну, 70-80% даже. Нифигаси. А как вы начинали? Не с рекомендацией? Нет, начинали мы тупо рекламу. Ты подобрал директ, сам, сам разобрался? Или СММщика привлекал? Привлекал, на ауторсию. А сейчас, сейчас сколько вы делаете денег на маркетинг? На маркетинг сейчас где-то пол миллиона денег. Не много для такого бизнеса. А основной бюджет на что уходит? Ну, в этом месте на обдул на сыр. В курсе, что мы с Исмогиловым бизнес-форумом 24 июня? Я обязательно приду. Да подожди, да и закончу. Дет места. Мы 24 июня в Казани проводим бизнес-форум, на который приедут люди, которые никогда не выступали в Казани. И даже приедут люди, которые никогда не выступали на сцене. Вот смотрите, Маргул Ансей Симбай, бывший миллиардер, казахский, я считаю, его хаджа на середину. Очень мудрый мужик, мотиватор нереальный. Он в Казани никогда не выступал. Не знаю, был он у нас или нет, но он точно не выступал. Давидович, да, не очень ординарная личность. Где-то даже одиозная. Но он никогда не выступал на сцене. Приедет Сергей Романович, он тоже никогда в Казани не выступал. Приедет Рустам Набиев, тот самый десантер, который оказался под завалом в казарме во время пожара. И на руках поднялся. Ну а Эльбрус? Люди ногами поднятся. Я вот хочу, но я вот даже в голове не укладываю. Сила воли, да? Это вот желание. Желание жить людей. Поэтому там будет мощнейшая энергетика. Энергия там будет просто зашкаливаться. Я вот рекомендую как? Я, конечно, рекомендую. Мне сейчас многие звонят, мои друзья. Братан, что там, как, что будет? Все ли там, все как ты говоришь? Я говорю, железка будет, все как я и говорю. Брать надо вип-места. Там их немного. Почему нужно вип-места брать? Не потому что близко. Потому что будет автопатия, на которую мы пригласим героев. И с ними можно будет ттт пообщаться. На следующий день, кстати, ты точно не знаешь. У нас будет с Маргуланом бизнес-обед. Вход на бизнес-обед будет стоить 50 тысяч рублей. Он там какой-то у нас благотворительный. Поэтому мы там соберемся в ресторане. И утром проведем, утром проведем с следующего дня с Маргуланом. И там будет еще большой, ну, такой, ну, поток всех этих мыслей. Вот, поэтому, ну, просто не пропустите. Я вот сейчас, ну, по-серьезному говорю, да. Это вот, ну, шутки шутками. Мы тут вроде ходим, хохмим, улыбаемся. Но это очень все серьезно. Леха. Я вон. Ты можешь падать отсюда. Ну что, род народ, погнали нам! Я вон! Так, ну что, у нас выпуск-то дошел к концу. Вы, конечно же, напишите сейчас комментарий, как вам Ильяс вообще, стоит ли вкладываться в этот строительный бизнес. Все же уже, поверьте. Ну, подловил. И у нас, конечно же, розыгрыш. Ильяс хочет разыграть свой бумажник, в котором лежит 10 тысяч баксов. Давай бумажник. В нем лежит 10 тысяч баксов, мы их разобьем на троих. Ну, на самом деле нет. Это такая, ну... В баксе только если ты сам положишь. Да. В баксе я ложить не буду. У Ильяс есть вот такие вот классные фирменные... Ты это сотрудником делаешь, да? Да, да, да. Вот такие вот классные фирменные бумажники. Из толстой, хорошей, бычьей кожи. Не свиной? Нет. Хотите получить бумажник фирменный... Хорошая работа. Хамский дом. Оставляйте комментарии. Три человека на следующей неделе станут владельцами вот этих вот замечательных бумажников. Спасибо то, что вы досмотрели этот выпуск до конца. Короче, мне нужно будет открывать компанию третью, Хамский дом. Потому что до этого, когда я открыл компанию Ханский дом, все говорили, Ханский двор. Меня это сбесило. Я, короче, открыл магазин Ханский двор, строительный материал мы продаем сейчас. Вот твой розничный. Думать надо, короче. Давайте пишите в комментариях, Хамский дом что может сделать? Ханский двор вообще нормально. Это Хамство, это ко мне. То есть можно я буду там директором? Все, друзья, хорош ржать. Этот выпуск был действительно очень позитивным и, я думаю, полезным. До следующей недели, пока.